267 зарегистрированных ДТП и 50 погибших. Такова печальная статистика происшествий на дорогах области за 8 месяцев. Для того, чтобы исправить положение, необходим глубокий анализ причин аварии. В этом гомельским инспекторам должна помочь новая компьютерная программа. Возможности отечественной разработки оценил Алексей Немкевич. Несмотря на то, что сейчас не час пик, дороги в Гомеле свободными не назовешь. Это неудивительно. 558 тысяч единиц автотранспорта зарегистрировано в регионе. Из них третья часть приходится на областной центр. Эта цифра постоянно растет. Причем такая ситуация характерна для всей страны. Так, в 2000 году легковых автомобилей в Беларуси насчитывалось 1 миллион 356 тысяч. Через 5 лет их уже 1 миллион 737 тысяч. А в прошлом году, по данным Белстата, без малого 3 миллиона. С таким количеством машин растет и вероятность ДТП. Вся статистика по которым заносится в специальный архив. Для работы с ним и анализом причин аварии в Гомеле создали уникальную программу. Единственная в своем роде, она позволяет искать очаги аварийности. Мы можем посмотреть наиболее аварийные и опасные места уличной дорожной сети города Гомеля. Вот получается у нас Речицкий проспект. Вот, где у нас виденство рамы более красное. Это наиболее сложное место. Мы можем просмотреть, с чем это было связано. На основании этих данных сотрудники ГАИ определяют наиболее аварийные места в городе. Именно туда отправляются экипажи ДПС. Кроме того, программа помогает в организации дорожного движения. Например, на какой улице лучше установить светофор или разместить подземный переход. Введено в эксплуатацию три подземных пешеходных перехода. Улица Барыкина в районе кинотеатра «Октябрь». На улице Барыкина в районе третьей школы. На улице Интернациональной в приближении с пересечением улицы Фрунция. По словам разработчиков, программа нуждается в доработке. И в перспективе она будет делать ежедневный анализ ситуации на дорогах. Но уже сейчас, благодаря ей, ГАИ пересмотрела режим работы светофоров. Перемены должны оценить водители. Красный во всех направлениях. Нововведение на гомельских улицах. Три секунды красный горит для всех. Это сделано для того, чтобы те, кто не успел проехать перекресток, могли завершить маневр. Однако главной задачей остается безопасность пешеходов. Ведь самая распространенная ДТП – наезд на пешеходов. Этот пешеходный переход на Советской не зря считался опасным. Водители постоянно превышали скорость движения. И, как следствие, 4 человека под колесами автомобилей. Проблему решила установка датчика скорости. Такой способ считается одним из самых эффективных. Ведь факт нарушения бьет по кошельку водителя. Стопка извещения о штрафах усмирит даже самых отъявленных лихачей. В местах концентрации ДТП, где причиной являлась именно скорость, мы устанавливаем мобильные датчики контроля скорости. Для того, чтобы водители снижали скорость и проезжали безопасно этот участок. В настоящее время в Гомельской области функционируют 4 мобильных датчика, которые постоянно меняют свое местоположение. По статистике, осенью ДТП совершается больше. Из-за плохой видимости водители не замечают переходящего дорогу, либо реагируют на него слишком поздно. В такой ситуации жизнь пешеходу может спасти обычный фликер.